В прошлом году честь Сарова на интеллектуальном турнире Госкорпорации «Росатом. День атомных городов» защищали студенты команды ИСРФТИ. В этот раз за столом собрались члены городского клуба «Что, где, когда». Участники сразились в двух этапах – атомная разминка и атомные знатоки. В ходе разминки команды соперники задавали друг другу по одному подготовленному вопросу, посвященному теме турнира – победы атома. По жеребьевке Сарову в качестве соперника достался Волгодонск. Назовите известный проект, имеющий название «Она». Вопрос мы готовим один, и нам задают один вопрос. И ответ на него находится, исходя из того, что в вопросе, плюс какой-то кругозор определенный. Настрой боевой, все рады поучаствовать, и всегда приятно пообщаться с людьми, которые работают с нами в одной отрасли, скажем так. Второй этап турнира «Атомные знатоки» проходил в формате интеллектуальной викторины из Виллинг. Знатоки отвечали на вопросы организаторов по различным темам и направлениям. Участники должны были дать правильный ответ в течение 15 секунд. Интеллектуальный турнир проходит под эгидой проекта «Росатом. Вместе» третий год подряд. В этом году мероприятие прошло в уже знакомом участникам онлайн-формате. Турнир «День атомных городов» появился в 2020 году, когда была самоизоляция и ковид. И этот формат онлайн, он был выбран тогда, но очень хочется, чтобы впоследствии, конечно, этот турнир стал живым. И мы все приехали в одно место, нас собрали, и мы все-таки живьем поиграли и узнали, кто же, где же знатоки, в каком же городе атомной промышленности знатоки самые умные и начитанные. Цель турнира «День атомных городов» – создать пространство для общения работников организации госкорпорации и развить корпоративную культуру. По итогам мозгового штурма сформируют рейтинг атомных городов. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.